Приветствую вас, обращаю ваше внимание в первую очередь на то, что вы не ставили вопрос. Вы не поставили никакого вопроса и, собственно, его попросту нет. Если у вас нет запроса, нет запроса к психологу, то как, а главное, чем мы вам можем помочь, чего вы хотите. Вы пишите, я не знаю, как поступить. Не знаете, как поступить, чтобы что? Сохранить отношения с козыгой? Одно дело, один вариант, одно развитие событий. Вернуть свои деньги и не остаться в минусе? Другой вариант, другое развитие событий, другой момент. Но это разные вещи, на которые вам стоит обратить свое внимание. Если вы хотите, например, разобраться в себе, допустим, допустим, вы хотите разобраться в себе, если вы хотите понять, как же так вышло, что люди, у которых вы заказывали, да, привезли вам совсем не то же самое, то это еще один момент. И на этом тоже нужно заострить ваше внимание. Понимаете? Какая штука. То есть можно говорить о том, чтобы определить цель. С точки зрения того, что вы написали, я бы сказал, что ситуация складывается не в вашу пользу. Вообще, в любой непонятной для себя ситуации вам нужно просто спросить, кому это выгодно. В данном случае совершенно очевидно, что происходящее выгодно сыну вашей коллеге. Ну и может быть самой вашей коллеге тоже, потому что, по сути, вы нашли для них клиента. Для тех, у кого сын берет духи или брал духи, наверное. Так, наверное, так было бы лучше. Ну, так, наверное, было бы правильнее сказать. То есть, выгодно то, что происходит, не вам. Со стороны, это выглядит так, что люди решили изначально, значит, условно говоря, воспользоваться вами, как покупателем. Самому по себе, в этом ничего плохого нет, потому что, ну, это нормально, это, собственно, бизнес. Но, под дом, очевидно, возникла такая ситуация, что либо товара не оказалось на месте, который был вам нужен, либо просто люди отнеслись к этому спустя рукава и подумали, что в этой ситуации вы особо не будете, скажем так, идти в отказ, потому что все это делается неофициально. Либо просто люди занимались тем, в чем они, откровенно говоря, не разбирались вообще. То есть, этот момент, его тоже необходимо учитывать. Но, так или иначе, то, что в любом случае вам нужно для себя понять, это то, что то, что происходит сейчас, является выгодным им, а не вам. И люди не хотят возрождать товар, хотя могли бы. То есть, все, что им нужно, это привести вам, собственно, ваш товар. То есть, вы можете не возвращать деньги, но вы можете получить свой товар. Возможно, в этом кроется именно ваша деструктивная установка, что вы сказали, что вы заказывали, что вы не сказали, что вы заказывали другое, вы попросили вернуть деньги, это людей, возможно, настроило против вас. Еще раз повторяю, возможно. То есть, если бы вы сказали, например, что это просто не то, что я хотел, и, пожалуйста, вот, значит, приблизите мне то, что я, ну, то, что я скидывал, да, то есть, вот я так высказал, что отозлали фотографии и описание, вот. То, может быть, все было бы и по-другому. На вашей стороне здесь то, что вы предоставили всю необходимую информацию о дуках лично, и лично я вижу в этом, как бы, истину вашей позиции. То есть, люди предлагают определенные услуги. Вы этими услугами воспользовались. Вы предоставили всю необходимую информацию для получения нужного вам товара. Когда товар привезли, он оказался ничем, вы выразили естественное недовольство. Но в ответ получили непонимание. Столь неприемлемое в бизнесе, в вопросах ведения бизнеса. И то, что коллега на нас обиделась, свидетельствует о том, что она, коллега в смысле, пытается вызвать у вас чувство вины. И уж совершенно вряд ли, что коллега пытается вызвать чувство вины у вас просто так. Вполне возможно, что чувство вины она вызывает у вас не случайно, а потому что ей это тоже чем-то выгодно. Поэтому, я полагаю, что если у вас есть это самое чувство вины, как сказал моя коллега, то от него вам можно помочь освободиться, потому что она родом из детства, любое чувство вины родом из детства. По поводу ситуации самой, я полагаю, что вы меня услышали, но я надеюсь, что вы меня услышали. Мне думается, что с вашей коллегой нужно попытаться еще раз поговорить, если вы действительно друг другу неправильно поняли, либо если вы на эмоциях сказали что-то не то. Вот, попытаться еще раз поговорить, озвучив свое предложение, что деньги вам не нужны, условно говоря, а что вы хотите получить просто свой товар, который вы заказывали. То есть это, в принципе, вполне себе такая нормальная реакция, нормальный запрос. Вот, если коллега порядочная, если она действительно порядочная женщина, то она, я полагаю, войдет в ваше положение и ей товар сменят. Если же нет, значит это просто люди недобропорядочные, которые решили вами воспользоваться. Что в этой ситуации делать, решать вам. Ну, вы можете, в принципе, обратиться в суд, если деньги, деньги достаточно большие для вас. Ну, вы можете оставить все как есть, но понятно, что отношения в таком случае с коллегой у вас, скорее всего, сойдут на нет, ну, просто потому что видно ли все конфликт, и конфликт достаточно-достаточно серьезный. Вот, значит, такая общая рекомендация вам, наверное, будет более грамотно защищать свои интересы, потому что кроме вас, собственно, интересы ваши защищать больше, наверное, некому, вот. К сожалению, вот, кроме вас, интересов защищать больше некому, кроме вас самой. То есть никто лучше вас интересы ваши защитить не сможет. Поэтому прилагайте силы к тому, чтобы грамотно это делать, учите грамотно защищать свои интересы, не обязательно сразу нападать, да, не обязательно сразу требовать возврата денег, потому что этим вы проявляете свою неуверенность в себе, вот. А гните именно вот свою линию в направлении того, что вы хотите, того, что вам нужно. Это, пожалуй, самый беспроигрышный вариант, который у вас, в принципе, может быть. Мне очень жаль, что у вас так получилось с коллегой, вот. На будущее, я надеюсь, вы просто сделаете для себя такой вывод, что, возможно, с коллегами не стоит вести никаких дел, кроме как вот столько, собственно, сотрудничества по примеру работы. Потому что, видите, что-то, если пойдет не так, то это повлияет, соответственно, на ваши отношения с коллегой, а это может, в свою очередь, негативно сказаться уже на рабочем процессе, а рабочий процесс это уже серьезно предоставит под удар ваш доход, трудовую деятельность и так далее. Поэтому я всегда с большой осторожностью отношусь к тому, когда коллег пытаются сделать, ну, условно говоря, с кем-то большим, чем просто с коллегами. Вот, хотя и понимаю, почему это происходит. Удачи вам, отстаивайте свои интересы грамотно, вот. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok